С удовольствием! И в тази връзка, както съм се молил, така съм и разсъждавал. И стигнат до заключения, че наистина е нужно, че всичко е в Божиите ръце. И нашата война не е против плът и кръв, а против духа на злото, на нечестието на небесните власти. Ако трябва да правим революция, нека тя да бъде против злите духове. И противостоять духам злым – это наша ответственность. И да се противопоставиме на тези зли духови – това е нашето задължение. Как църкви. Като църква. И недавно мы одержали победу в църкви, мы противостали духу разделение и в нашу църкъв, не успев уйти, вернула семья. И неодавно ни се молихме за този, против този дух на разделение и ето го вече имаме единството. Искам лично да благодаря и на Наталия, защото миналата седмица там станаха неща, които ярко говорят за вярата ни. И знаете, когато мы вышли из това събрание, я получил духовный опыт, потому что перед этим я молился, чтобы от этот дух злой разделение он ушел. И я верил, что не только я молился, но я участвовал в этом. И когда мы вышли, мы одержали победу. И трябва да ви кажа, че когато се молих, аз бях вътре уверен, че този дух на разделение ще го ударим и той ще се тръгне, че ще имаме победа. Я буду коротко поделюсь с вами, не вълнуйтесь надолго, мы здесь не останем се. Аз ще бъда кратък, не се притеснявайте. Когато идва втория проповедник, малко се избърсвам и така челото. На самом деле в моем сердце есть очень большая любовь к церкви. А същност трябва да ви кажа, че в сердцето не има голяма любовь к церквата. И я вырос в общение. Аз съм израснал тук в общение. И для меня это естественно в воскресение приходить в церковь, прославлять Бога. И е толкова простичко хубаво да идвам всяка неделя тук и да прославим Господа и да слушам Словото. Я вот недавно размышлял, когда время пандемии было. Да, рассъждавах така, че не отдавна тук имаше пандемия, която продължава. Что если не будет церкви, место, где мы собираемся еженедельно, знаете, как такое, я не знаю, много с чем можно сравнить, как маяк, да, который стоит всегда на одном месте, освещает и всегда к нему можно двигаться. Он может защищать от каких-то препятствий. Да, и знаем с пандемията как имаше ограничения, но всъщност церквата стоеше като фара. И около нея можем да, можем, тези, които сме около нея, всъщност можем да дойдем. Тя стоит, тя не все променя. И это я считаю, что настолько правильно, что мы собираемся еженедельно, что мы собираемся в одном месте, в одно время, что мы, что у нас есть постоянство. И това е хубавото, че постоянство ми точно в тази идея. Всяка неделя да идваме тук, да се събираме, да общуваме. Потому, что это говорит о том, что для нас есть ценность в этом. Защо е така? Ами защото това представлява една голяма, дълбока ценность за нас. И иногда, чтобы прийти сюда, нас сопровождают препятствия какие-то, дети там начинают капризничать, или мы не успели что-то сделать, или так далее. Но мы приняли решение, мы идем в независимости от того, что происходит. И независимо от това, че когато идваме, винаги има някакви сопротивления. Децата, или някакви барьери, или някакви задължения. А обаче решението и постоянството е това, да бъдем в църквата в неделя. И знаете, в 99% случаев я получаю всегда благословение и наполнение, възполнение здесь. Да, и винаги, когато съм дошел тук, 99% съм получавал благословение, задоволство. Этот 1% ето, когда я ставлю какую-то преграду, или я не способен принять, или у меня есть какая-то проблема, грех и так далее. И так далее, просто это мимо бывает. И може би ще кажете ми, там има 1%, а ми да, то това зависи от мене. Може би грях, може би не съм се отдал изцяло и така нататък. И поэтому я с радостю поделюсь с вами коротко несколькими вещами, которые Бог лично мне открывает в последнее время, как его сына, его деца, его ребенка. Да, и накратко искам да споделя как се чувствам пред своя Господ. Пък и Господ ми дава да се чувствам като Негово дете, като Негово любимо дете. Может быть месяц назад где-то я слушал одну песню християнскую и там была такая фраза, что у каждого из нас должна быть цель. И не отдавна слушах една християнска песен и в тази песни се говорише, че всякий един от нас трябва да има цел. И вы знаете, в последнее время произошло много изменений в жизни и я, некоторые цели мои, они ушли и я говорю, а кака е моя цель? И от докосването на тази песен сякаш много неща мои цели в живота отпаднаха и дойде нещо. Да, и я задавал въпрос, кака е моя цель, Бог? И задавах на Бог моята въпроса, каква е моята цель? И я сто процента верю, что я сътворен Богом. Сто процента вярвам, че съм сътворен от Бога. И значит Бог, когда тварил меня, имел цель. И от това следва, че когато ме е създавал, той е поставил и целта си. И значит, я попаду сто процента в точку, когда пойму, кака е цель Божия была для меня, когда Он меня тварил. И като разбира това, каква е моята цел, точно това е сто процентното попадение. И так как я живу тем, что я говорю людям о Боге, свидетельствую для спасения людей, то есть обычным людям, которые не знаят о Христе, а каждый день стараюсь говорить о Нем. И аз, както обикновенно, които ме познават, аз непрекъснато ходя, говоря за Божието Слово, свидетелствам на хората, така правя. Да, и я подумал, наверное, цель спасения. И я си помислих, сигурно, това е целта на Бога за мене, да спасявам. Но потом я подумал, но если Бог творил меня, чтобы меня спасти, ну это глупо как-то, на самом деле. Но ако се замисля, че ако Господ ме е създал само за да бъда спасен, това е глупо. И я знаю, что, знаете, Дух Святой ме сразу открыл, что не для спасения, а для любви, для общения Бог сотворил меня. И не само спасението, но Бог ни създава за общения, за любовта, преди всичко. И написано, что все от Него, через Него и для Него. И какво е написано, че всичко е от Него, через Него и за Него. И кто е Бог? Бог е любов. Какво е Бог? А Бог е любов. И если Бог сотворил меня из любви, через любов и для любви, и ако я съм създаден от любов, чрез любов и за любов, то это и есть цель моей жизни. Мето това е цельто на моя живот. Прибывать в Его любви. Да прибъдвам в Неговата любов. Спасение же понадобилось только лишь после греха. От спасението се нуждаех веднага след греха. Потому что грех поразил человека и лишил его слава Божией. Да, защото греха порази человека и го лишил от Божията слава. Но прежде была другая цель творения. Это любовь, это общение. Но другата цель, другата цель е, че бях сотворен за любов. Знаете, меня очень сильно это порадовало. Меня прямо Бог настолько... Знаете, такая большая любов наполнила меня. Потому что зачастую мы загоняем себя в то, что мы должны быть спасены. Да, и това буквально, как да кажем, порази нещо като мълния. Това просто ме порази, че основното е любовта. И не целта, само спасението. Цель наша, конечно... Знаете, есть большая цель. Огромная, глобальная цель. Это пребывать в любви и пребывать в общении с Богом. Пребывать в любви с друг другом. Это естество наше. Да. А то я могу сейчас дальше. И ето, това е глобалната цела. Любовта. Любовта. Да бъдем в любовта. Да се обичам един друг. Когда Бог творил все, Он брал какое-то производное и творил из этого. Из земли творил животных, из воды творил рыб. Там так написано. И виждам и че всичко каквото твори Богу, твори чрез нещо. Чрез животните, хората, рыбите, чрез водата, чрез почвата, чрез пръста. Но нас творил Он из себя. Но ние сме направени от Него. Он сказал, что Он взял землю и вдохнул в нас свое дыхание жизни. Да, взета е земля, но на тази земля е вдохнал живот. Взял плоди, да, вдохнул в нас жизнь. И Он сказал, сотворим по образу нашему и по подобию нашему. Да създадем по Божия образ, по наш образ и подобие човека. Мы есть, Он есть любовь и мы есть любовь. Ами то и любовь и какво следва, че ние сме любовь. Это самое главное, для чего мы живем. Это то, для чего мы сюда приходим. За какво ние тук идваме. Мы приходим, чтобы пребывать в любви здесь. За да пребыдваме и да существоваме чрез любовта на един, на всички нас. И когда Бог пришел, видя человека, Исус Христос. И когда пришел на землю Исус Христос. И когато Исус Христос дойде тук на земята и видя човека. И Он убрал закон. Убрал закон. Да, и Той примахна закона. И Он вернул любов. И какво? Върна любовта? Сына към отцу. Сына към отец. Когато Исус пришел в мою жизнь. Когато Исус дойде в моя живот. Он вернул в мое сердце любов к отцу небесно. Той върна любовта в сърцето ми към моя небесен отец. И это, конечно, самое большое чудо, которое произошло. Това е най-голямото чудо, което може да се случи в мен. И я делюсь этим каждый день. И това прави. Споделям го това нещо всеки ден с хората. Аз споделям тази любов, която Бог сложи в мен. Еще одно вещь расскажу и хочу помолиться одной молитвой. Още нещо ще ви кажи и после ще се моля. На прошлой неделе я тоже шел и слушал Евангелие Матфея главу 6. Преди да дойда тук, слушах Евангелието на Матфея 6 глава. И там Исус говорит, чтобы мы не молились многословно, как язычники. Да, и там ни предупреждава Исус. Не бедете многословни. Как язычники. Не се молете с много думи, както язычниците правят. Но молитесь так. Отче наш. И я думаю, как... Я делился в среду, когда мы были на молитвене собрание в новом здании церкви, да. И аз в среду на молитвене собрание така споделям това. Но я хочу еще раз это сказать. Но искам още веднъж да кажа. Что Исус... Я спросил у Бога, как молятся язычники вообще? И попитах Исус, ами как се молят язычниците въобще? Я знаю, что не нужно многословно молиться. А знам, что не треба многословно да се молят. Но и изичники как молятся? А изичниците как се молят? И мне Дух Святой открыл сразу, что они молятся не зная Бога. И виднага Святи Дух ми откричи, что те се молят без да познават Бога. Не знаят истината. Не знаят истината. Они молятся Богу как... Ну, ставят идола в молице им, да. И те се молят на идолите. Можно посмотреть на другие религии, которые не исповедуют Иисуса Христа. Всякакви други извън Иисуса Христа религии. Как они молятся и следуют это. И как... молятся и молятся и какво следва това. Допустим, я когда с мусульманами разговариваю и я им рассказываю свое свидетельство. Когато говоря с мусульмани, разказвам и моето свидетельство. А я им говорю, что мы верим в одного Бога. И аз им казвам, че ние вярваме в един и същий Бог. Но ваш уровень веры это уровень раба и господина. Да. Но ваша вера е в следното взаимоотношение. Роб и господин, господар. Мы же чрез Христа имеем намного близкий уровень. А ние чрез Христа, а ние сме намного по-близко ниво. Близки к Богу. Ближе к Богу. Да, по-близко сме до Бога. Да, мы боимся Бога. Ние се страхуваме от Бога. Но мы боимся Его в любви. Но се боим чрез любовта. Потому что мы не рабы. Защо? Защото ни не сме раби. Мы его дети. Ни сме Негови деца. Поэтому Иисус сказал, молите же так, Отче наш. За това каза Иисус Христос молитвата Отче наш. Он вернул нам молитву к Отцу. Той върна молитвата на човека към Бога. Разговор с сына и отца. Разговор между син и баща. Не, знаете, не такое, что, как говорят, лбом, да, разшибать пол и так далее, добиваться чего-то в молитве. Нет, но разговаривать с Богом. Не е това да се, там да се бориш буквально в молитвата, а да придобиеш нещо с любов. Благодарить Бога. Да благодариш на Бога. Славить Бога. Да славиш Бога. Как прекрасно нас все сотворил. Какие мы чудесные все. Какви сме чудесни, прекрасни. Каква совершенна жизнь мы имеем. Каква, а какъв совершен животен. Сколько много чудес в нашей жизни. Колко много чудеса в живота ни. И это наш Отец. И това е нашият Отец. Его великая любов. Его великая, знаете, благоволение к нам. Его милость для нас. Милостта му, разположението му. И его, знаете, такое самопожертвование. Неговата саможертва. Що Он сам за нас все заплатил. Всичко, което е нужно, Той го е платил за нас. Через Христа. Через Христос. И аз сейчас хочу предложить молитва, обращение к Богу. Сега искам да ви предложа една молитва. Тя е като обращение към Бога. Може би нас смотрит кто-то сейчас. Някой, може би, от присъстващите гледа на нас. Кто еще не принял Христа в свое сердце. Някой, който не е приял Исус Христос в сърцето си. Я сам всегда эту молитву говорю искренне к Богу. Винаги тази молитва казвам с искрено сърце. Когато се обращаме към Небесния Отец. Благодарим Ево. Благодарим Ево. Просим Ево простить нас. Молим Го да ни прости. И признаем Ево Сына Исуса Христа, Своим Господом и Спасителем. И признаваме Неговия Син за наш Господ Спасител. Давайте сейчас обратимся к Нему в этой молитве. Айде да се обърним сега с тази молитва към Него. Отец наш Небесни. Отец Татко Небесни. Благодарим Тебя. Благодарим Ти. За ето прекрасно е жуизн. За този хубав, прекрасен живот. Которо Ти подарил нам. Който Ти ни подари. Прости за все мои грехи. Прости ми за всичките грехове. Ва име Исуса Христа. Ва името на Исус Христос. Разпятва за мои грехи. Който беше разпънат за моите грехове. И я признаю Исуса Христа. И аз признавам Исус Христос. Сыном Божим. Че е Син Божий. И аз признавам. Че Той умря за моите грехи. И възкрес в мое оправдание. И възкресна за моето оправдание. И аз теканя в моето сърце. Духам Святым. Чрез Святия Дух. Твоей любовью. И чрез Твоята любов. Напълни меня. Напълни ме с тази любов. И сделай меня Твоим сыном. Направи ми Твое дете, Син. Я люблю Тебя, Господи. Обичам Тебя, Господи. Я благодарю Тебя. Благодаря Тебя. В имя Отца, Сына и Святого Духа. Амин. В името на Отца и Сына и Святия Дух. Амин. Благодаря Ва, Съркави.